Так, сегодня у нас 18 июня 2001 год. Вот за кадром Железа Валерия Константинович, садовод и его 10 тысяч фотографий. Они особые. Под этим углом зрения никто никогда на садоводство не смотрел. Вот, серия бесконечная, она продолжается много лет. Количество статей в газетах, журналах и фильмов на эту тему приближается к двум тысячам. Вот, пока это все я называю новое садоводство, новый взгляд. Вот, серия по другому, по простому принципу. Каждая фотография, и тут же тема прерывается после одной, двух, трех. Почему? Потому что я не хочу, чтобы вы спали. Знаете, есть такое выражение. Легкая дремота, плавно переходящая в глубокий сон. А потом проснулись, а фильм кончился. Фильмы небольшие, по полчаса. Продолжаем. Взяли за 18 год. Итак, поехали. Вот это есть обрезка. Это особая обрезка. Ее можно было бы назвать обрезкой на формирование кроны. Так. Вот. И есть еще такое понятие у меня. Это когда я беру черенки самых ранних свежих деревьев. Например, вот с этого, которому исполнилось всего два года. И выращиваю в следующее поколение. Это отдельная тема. Называется насыщение ментора Пожеледова. Вот. Но цена этому почти загубленное дерево. Видите? Дело в том, что обрезка для деревьев опасна или смертельна. Не бывает никакой благодатной обрезки. Вот. Вот. Только дураки пишут нам и нас делают дураками. Обрезка продляет жизнь дереву. Обрезка улучшает и прочая, прочая, прочая дурь. И пункты идут от 1 до 10 или 20. Вот это вам реальная картина. После страшной зимы кончики подмерзли. Вот. Эту фотографию я показывал несколько раз. Но раз уж она оказалась в 18-м году, посмотрите еще раз. Вот этот букет, который в руках у моей племянницы Даши. Это сварок. А это единственная возможность помочь уссурийской груши. Вот оно, большое дерево. Вот. Дать плоды. После этого она дала 9 ведер. Так. А почему рядом груша слева, видите? Это лесная красавица из Бельгии. Она тоже плодоносит. Вот. Она тоже... То есть до этого момента и та мало плодоносила, и та мало. Причина... Видите, пока одна плодоносит, другая еще только-только-то надо хорошо приглядеть, чтобы увидеть, что она еще только начинает, набухает у нее плодовые почки. Вот это разница. А их всего 2 груши. Больше на этом участке нет. Вот это один из приемов, который я сам не придумал. Я вычитал о нем в литературе. Вот. Пожалуйста, пользуйтесь. Хотя он варварский этот способ. Вот. Абакан. Ну, все как всегда. Он завален вот этим вот делами. Вот. Я пытал... Смотрит сейчас своими глазами. Алтайский петок. Алтай... Ух, какой он алтайский. Ух, какой... Уже алтайча и не бывает. А вот это вот... На входе вот этих вот розочек. Видите, вот этот плакат. Я увижу каждый год везде и всюду. Саиногорские, Минусинские. Везде вот такие стоят. Мешки с алтайцами полумертвыми. Вот. Вот в данном случае опоздали. Они уже зазеленели. Их надо уже выбрасывать. Вот. Но вот это меня смущает. Вот этот плакат с розочками. Почему? Он везде и всюду. Везде и всюду. Это значит, что какая-то солидная организация занимается вот этим всем. Смотрит честными глазами. А показать документы почему-то не могут. Майский жук. Редчайшее явление в нашем районе. Это Хакасия. Юг Красноярского края. Редчайшее. Вот. Я это было... До сих пор встречал дважды. В этом году три уже раза. Вот. Случайно, не случайно. Сильно не мешают. Личинки их якобы жрут корни растений. Личинки под землей. Но. Учитывая, что их тут на километр по одной. По одному жуку. Ну. На них я с того внимания не обращаю. Наоборот говорю. Привет, земляк. На Украине их такое количество. Что когда я ездил на велосипеде на большой скорости. Плюс навстречу летал жук. Там они тяжелее, как-то крупнее. Я вот получал в лоб. Вот этими заполнился детство. А вот это он же только вид сверху. Вот. Вот это явление, любая ошибка, это имеется ввиду никаких этих не должно быть. Никаких повреждений на коре. Вот чему приводят после 40 градусной зимы. Знаете, почему вот эти я показываю? Это питомник Железова. Но это не продано было. Почему? Потому что они неполноценные. Так случается. Видите. Это снова Абакан. Я терпеть ненавижу Абаканских и Саиногорских, и Московских, и всех прочих этих самых. Озеленителей. Они садят как попало. Им плевать, что потом будет. А ураганный ветер, это падает, плющат машины, а за одним плющат и людей. Не часто, но после каждого урагана центральное телевидение отчитывается. Вот. Видите. А я не могу пройти мимо. У меня такой характер. Не могу. Я это вижу, никто не видит. Плюс еще деревья калечат безбожно. После этого они теряют прочность. Как раз та самая обрезка долбанная. Вот. И куда бы я ни пошел, везде одно и то же. Посмотрите, какой наклон опасно. Это когда-то не выдержит. И что, знаете, что про это, это тоже об этом, не то, что молчат, об этом даже не знают те, кто обязан это знать. Всегда, когда выстригают траву, и плюс вот этого листва к осени падает, это все тщательным образом убирается. Дерево голодает. Оно лишено пищи. От этого слабеет. А потом те самые ураганные ветра, расплющенные машины, расплющенные люди. Даже дети. Несколько раз, как каждый год, я это вижу, показываю, слышу, что творится на улицах городов. Вот, пожалуйста. Завеченное дерево. Красиво. Да, вот спилить надо срочно. Раз уж так. Еще любуйтесь. Еще любуй. Вот это, да, вот это красота. И никто не обращает внимания, их сразу надо было растить нормально. Опять. Просто, ну, живем в таком мире, где нам очень сложно жить. Мы уже ничего вокруг не замечаем. Помните, как в СССР вы говорите, лишь бы не было войны. Любая неприятность, лишь бы не было войны. На душе грустно, но хоть не война. Вот. А эта война против собственного народа, это называется война невежества дикое. Представляете, сделать высокие штамбы лиственницам. А потом еще и побелить. Им надо это побелкать. Это же сквер. Там никто не ходит. Он полностью огорожен. Какой черт эта искусственная красота. На какой черт тратили на это время, деньги. Калечили деревья. Это искалеченные деревья, а не просто деревья. Еще. Ой, 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 ой. Вот так вот. Ну, это бабочка. Это Тимоша, мой внук, говорит. Нет, давай сфотографируем. До коллекции сфотографировали. Увидели очень крупного муравья. Раза три больше обычного. Наверное, это муравьиная, это мама. Сфотографировали. Жизнь хотя бы летом в саду, в деревне. Это такое благо. Когда люди поймут, что жильето на коробках, нельзя жить. Нельзя. Особенно детям. Еще одна коллекция. Фотография. Эта книга у меня уже продана. Тираж был небольшой, разошелся. Когда-то станет раритетной. Это диски. За последние два месяца я не продал ни одного диска. А когда-то каждый день по нескольку продавал. Вот. И вот эта уникальная вещь. Вот эта уникальнейшая вещь. Где вся агротехника оказались невостребованы. Хотя у многих еще есть возможность смотреть с помощью дисков. Музыкальные фильмы. Ой, это такая красота. Вот. Когда под красивой музыку фотографии листаются, листаются. С красивыми девушками в моем саду. С красивыми деревьями. Особенно, когда красивая девушка и красивое дерево вместе. Аж дух захватывает. Путину я шесть фильмов предназначил. Я рассказал всю горечь, которую мы сейчас проходим с вами. И еще будем проходить. Всю горечь. Вот. Потом все мои материалы и книги вот эти. Вот. И эти книги, и все. И фильмы, и все это было от какой-то из институтов. По-моему, спутали Краснодарский, Краснодарский край. Он оказался... Мои материалы в Северокавказском институте. А для них это оскорбление. Потому что у них абрикосов нет, того нет, того нет. Вот. Поэтому, естественно, никакое. И никто мне не сказал. Прошло время. Эй. Никто из администрации президента не проследил. Почему нет ответа? Вот. Опять Путину. Нужно чрезвычайно съесть садовода в России. Когда-то надо заканчивать садовод. С тем, что натворили. Отворили так. Нужна потолще статья, потолще книга. Навысасывали с пальцев. Но это мы будем проходить. Вот. Надо бы написать, как обустроить Россию. Избранные фильмы. Вы уже смотрите тысячу какой-то О, вот она беседка, вот она деревня Вот так отдыхает моя помощница Даша Вот здесь важнейший момент У меня очень удачный получился фотография Это для будущей книги Груш касается особенно устройства лифта, устройства скелета Вот, предназначен для того, чтобы была максимальная сухость в районе корневой шейки У них слабая корневая шейка Если про абрикур все знают, что у них слабая корневая шейка Хотя все равно садят в ямку, чтобы сгнилить То есть дать знает, но не предназначение это груш Такая же слабая корневая шейка сгнивает на раз Поэтому природа устроила вот так Чтобы во время дождя она максимально сохранялась сухой Люди этого не знают От 40 до метра кучат вообще штамп Чтобы был голый А кто же тогда спасет эту же самую корневую шейку Даже не доживает до того времени, когда у нее будет штамп Она будет расти, расти, расти А ей будут делать штамп Вот это все предотвижит уничтожению Вот это часть, что я показываю Это страшно, это смертельно Одна из основополагающих ошибок Искусственная штампа, искусственная форма кроны Вот Видите, посмотрите Надеюсь, что мне поверят Опять Абакан Ну не мог не удержаться Ну разве может так это Вроде бы город нормальный Но такое уродство на улицах Да еще потенциально опасное Они же не просто деревья Они изувечены На них страшная рана Они ослаблены Они вот-вот или переломятся Или целиком с корнями Нету ничего, чтобы кормить дерево Ничего Все чистенько Ни травы скошенной, ни листьев А это все должно быть И никогда не думайте Мы еще с вами будем встречаться сотни раз Надеюсь, если буду жив Но никогда не думайте, что листья это мусор Никогда Листья это Часть экосистемы Это как Холодильник откройте Там и да вот их не еда Это листья, 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 листья Ну Красота Никто не видит Посмотрите на эти страшные раны Видите Вот так вот взяли Сделали, чтобы саженец был Вот такой вот Видите А он Лезет снизу Ему Природа так устроила А его пытаются из куста сделать дерево И допытались А когда оно вырастет Раз, два, три, семь, пять, шесть, восемь, девять Десять, в той стороне Где-то двадцать страшных ран А потом Вон как на дальнем плане Кривое горбатое дерево Искривится, и сгорбатится И однажды рухнет Вот так Это ужас Это Чтобы сделать стан Такой черт Тут же это Сквер Тут не ходят люди Вон они, дорожки Это просто сквер Искусственная форма Это страшная вещь Просто об этом никто не знает Хоть в саду Хоть на улице города Но Красота Красиво Тьфу На этого урода смотреть не могу Но этот урод сделан человеческими руками Вот, пожалуйста Кривое горбатое Тошнит Вот первый рожай Первый рожай Вот, это гибрид Мажорского абрикоса С этим Самуром Скромненькие Но вкусные Вот еще Это вы уже в саду Это выращивает Сергей Железов Вот Это выросли сенцы Из которых потом получаются Вот такие вот Красавцы Скромные Но они тоже нужны Все-таки Вы знаете 90-е Я вам потом покажу подробнее 99,9-х саженцев Переезжает с юга на север Отсюда у нас и садов нет Переезжает, умирает Переезжает, умирает, переезжает, умирает И только Одна десятая процента А скорее всего Одна сотая от одного процента Это Переезжает с север на юг Вот как раз Об этом В Сибири Найдите еще такой питомник Вот и получается Одна сотая процента Переезжает с север на юг Если уже здесь Они дают урожай То что же говорить О более южной регионе Урала Дальний Восток Это тоже юг Там И вот Урал южный Вся Европейская Россия Вот Ветка отломалась Это учебные стены Вот видите Ветка отломалась Начинает отломалась Почему отломалась Смотрите На ней вот это вот висело И она рухнула Чтобы спасти ветку Так эту Пришлось ее отрезать Жаль Но пришлось И Посмотрите внимательно Вот Вечевка Вот она А вот здесь была рана И вот так вот Передавить Вернуть ее на место Но уже обрезанную Уже без этих Без ябл И она Сохранила свою форму Персики К сожалению Это персики Сеянцевые К сожалению Подряд Две 40 градуса Зимы Она не выдержала Эти персики Полуживые Где-то От земли Пошли Где-то Совсем Замерзли Страшная Эта вещь Сибирь Но Из принципа Не укрывал Я искал Самые морозостойкие формы И нашел Теперь то Что выжило Вот здесь В этом Докуточку Это есть Самые морозостойкие Персики В мире С них можно брать Веточки С них можно брать Косточки Я своего добился Самые морозостойкие В мире Выдержали 40 градусные морозы Страшное Подберзание Но не все же Замерзли Это есть Метод Который называет Селекционное Клонирование Выжавшую Веточку Взяли И дальше Вот эта Простая вещь Не приходит в голову Никому Вот А потом Железов Чушь Железов Ерунду Пишет Вот Но сами Не пробуют Волочная Вишня Не выдержала Страшного Мороза Вот Кстати Я все время Подчеркиваю Это 18-й год Там своя Была 40-каза Зима А когда я Говорю Это последние Три зимы Два из них Мороза Эти И А 18-19 20-20 Да Вот она Это серия Саргрансных Зим Вот Персик Привитый На вылочную Вишню Ну Штук 5 Персиков Было Но это В другой Год Абрикосики Вот это Гепатогенная Зона Я уже Посадил Сюда Второй Раз Саженец Он Мертв Я взял Рамки Померил Бешено Крыться Рамки Здесь Садить Ничего Нельзя Вот Это Есть Гепатогенная Зона Особое Явление У меня Про них Отдельные Фильмы Отдельные Рассказы Вещь страшная Потому что Кто-то Когда-то Мог Это Я потом Участок Прикупил Вот Несколько лет Назад Потом Однажды Повторяю Однажды Кто-то Мог взять Поставить Здесь Дом И в это Место Кровать А потом Человек Заболел Бы Или Умер Бы Или Чахнул Бы Годами И Никто Никогда Не знает Связь Между Этими Зонами И Очередями Поликлиника К моему Огромному Сожалению Воплю На всю Сторону Бесполезно Наука Спит И просыпаться Не думает А когда Начинаешь Про биополе Ах это Псевдо Ах это Паранормальное Ах это Короче Отдали Это все На откоп Экстрасенсам И проходимцам Есть еще Правда Кроме них Еще есть Я нас Называю Белокаточков Городские Сумасшедшие Вот Когда-то Нам Будут Гордо Вручать Вдостоверение Проверенный Белокаторщик Профессия Уважаемая И искать 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 Спасать Людей Спасать Деревья От этих Самых Но это Будет нескоро Потому что Страна Погружается Во мрак Невежества Несмотря На наличие Несмотря На отсутствие Благодаря Отсутствие Наличия Любопытства Любознательности Наука Умирает Это Вам не Ракеты Делать Там Впереди Планеты Все Вот тут Мы Отстали Питомник Сергея Железова Сына Вот такой Густотой Выросли Сеянцы Манджурцев Манджурских Этих Самых Абрикосов Как видите Схожесть Великолепная А на ближнем Плане Приглядитесь Они только Они Были Привиты Вот 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 так Ладно Идем Дальше Вот Ну Один из Абрикосов Который Я забраковал Но Вырубать Жалко Они Совершенно Не вкусные Это Вот Ну Так Сложилось Бывает Попробовал Годы Прошли Теперь Рука Не поднимается Вырубить Вот Это Другое Дело Это Королевский Абрикос Это Моя Гордость Уникальная Вещь Вот Они Касарцы Прямо Тут В двух Метрах Растет Это Дерево Было Три Уже В этом Году Выпили Одно Увечил Их Увечил Брал Сничеринки Брал Хереть Начали 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 Осталось Два Вот Слева От него Вот Этот Абрикос Королевский Слава Богу Он Жив Особый Снимок Я Правда Как-то Хвастался Показывал Дело В том Что У меня Двойное Дерево Выше Прививки Вот Эти Королевские Видите Красоту Они же Прививки Маньчжурский Абрикос Но Он Уже Видите Какой Он Укрупнился В два Раза Он Стал Слаще Я считаю Взаимовлиянием Нет Его Пока он Был Сенецем Подвоем Он мог Опалить Кто-то Еще Тот же Королевский И сделать Его Таким Испортить Сделать В два Раза Крупнее Слаще Вот А может Влияние Между Подвоем Привоем Это К сожалению Вот Из-за Этой Тайны Мы Никогда Не Узнаем Нет Я Знаю Что Вагодативная 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 Мы никогда Не Найдем Полностью Веских 100% Доказатель Существования Что Взаимовляние Подвоем Привоем Может Привести К таким Шикарным Результатам То есть Мазурский Абрикос Стал Культурным Но Пусть Не Крупным Вот Еще Пример Вот Еще Амур потерял Нос К сожалению Он был Носатый Носатый Но он потерял Нос И он Потерял Ярко-красную Окраску Скажем так Ярко-красную Окраску Влияние Подвоенное Лицо А вы мне Говорите Вагодативная Даже не существует Так Ну Сам Тут получается Так Или сейчас Может Отключиться Моргает Зарядка Зарядка Аккумулятора И Если Доживет То все равно Через Четыре минуты Он сам Выключится А я Больше Чем на полчаса Не рассчитывал Иначе Вы уснете Ну что Смотрим Дальше Вот Сын Маджурца Это Маджурский Абрикос Он Как видите Он Вполне Приличный А вот Это Мы Переезжаем В сад В котором Находятся Мои Два Абрикоса Два Абрикоса Находятся Здесь Он Когда-то Покупал А еще Два У Филиппи Володи Уникального Садовода А так Как у него Здесь Некому Их портить То есть Помните Я же говорил Этот Апыляет Этот Апыляет Апыляет Стали Крупнее Апыляет Стали Мельче А у него Уникальный Сад Все Абрикосы В такой Крупности Ну еще Заодно Пока есть Пара минут Я Попал Вот этот Человек Срешил Чудо Вот Есть У него Сейчас Покажу Вот Заранее Убегаю Вперед Вот это Вот Черешня Боднера Он Недавно Умер К моему Огромному Сожалению Мы Оплакали Мы его А это Его память О нем Это Черешня Боднера Она В саду У Нашего Героя Вот этого Рассказа Вот Мы Называем Пианист Так По профессии Так Он сам Попросил И вот Это Вот Взрослая Черешня Вторая Взрослая А вот Это Вот Он Взял И привил На Степную Вишню Черешню И она Пошла И в этом Году Она Опять Свела Подмирать Не Собирается Черешня Мощное Дерево А Степная Вишня Это Почекустарник И вот Сейчас Я Говорю Говорю И может На этом И закончу Время Уходит Просто Обидно Страшно Что Тут же Рядом Растут Отводки Этой Степной Вишни И когда Я об этом Поговорил Публиковал Рассказывал Рассказывал Не меньше Трех Раз Ну вот Приедем Ученые Попросит Разрешение Достанут Пачку Денег Хотя Откуда Ученых Деньги Это Я Наверное Это Ну Образно Говоря Достанут Пачку Денег Выкопали Его По двое Тут Рядом Целая Куча Есть В другом Месте Я снимал Вот Веточки Надо Брать Уже С этой Черешни Которая Привыкла К Степной Вишни Из Второй Третьей Четвертой Поколения И Сделать Тогда Уже Назовем Малорослую Черешню С генами Вишни Которая Никогда Не замерзнет Потому что Вишня Степная Она До 50 Выдерживает Видите Сколько Можно Сколько Я вам Наговорил На втором Плане Это Мой Тимошка Который Все Это Внимательно Слушает Мой Внук Вот Видите И Получается Что Тут У него Все Крупноплодные Два Моих И Два Филиппева Ну-ка Есть А нет Все Это Другой Год Я Больше Показал Фотографии Но Это 18 Год Это Питомник Железова Не успел Вылезти А уже Плодоносит Это Моя Вот Одна Фотография Вот Вторая Это Ей Семечка Единственная Эта Самая Великолепная Баларанетка Полукультурка Название Неизвестно Не привито Вот Я на ней Прививал Несколько Крупноплодных Абрикосов Ой Яблонь Да А потом Я взял Семечку И Вырастил Вот это Дерево Потом Срубил То есть Я ничего Не достиг Потому что Матричное Дерево Два раза Плоды Крупнее Были И вкуснее И фактически Как бы Маленькие Миниатюрные Яблочки Но С вкусом Настоящих Яблок А вот Это Один из моих Неудач Ну раз Срубил Значит Неудача С другой стороны Любое Познание Это удача Так Сейчас Уже Пошла Последняя Минута Нашего Разговора Это Дюк Это Я вырастил Вот На заднем плане Туалет Это Вишня Это Даша Позирует Как Фотомодель Это Я С помощью Прививок Черешни В крону Вишен Увеличил Размер Вишен Два раза Любуйтесь Это Не шутки Вот У меня Доскобилов Подтвердит У меня есть фотографии Как я его Угощаю Двоих Ученых А то Не верит Никто Ничего Я все Это Чуть и не Мошенником Считает Ну все Началась Новая серия Вот Но об этом Уже В следующий раз Наше Время Истекло До свидания Друзья До новой Встречи Я не Прощаюсь Встреча